Прокомментируйте, пожалуйста, книгу Иова. Несколько раз читал, не понял его заслуги. Если можно, в нескольких словах. А, то есть вы заранее предупреждаете, что не надо развернуто отвечать? Ну ладно, постараюсь кратенько сказать. Смотрите, суть книги Иова. Для тех, кто не в курсе, что это такое, я сначала вкратце об книге Иова скажу, а потом ее суть. Ну, в принципе, сразу же можно сказать и суть, и краткое содержание. Рассказывается о неком праведном человеке, который был Иов. Он был знаменитый и богатый человек по тем далеким временам, которые были за очень много лет, может, несколько тысяч лет до Рождества Христова. Там, очень-очень давно. Так вот, у него была жена, у него были дети, и у него много всего было. Он был богат, знаменитый, у него были замечательные друзья. Он был даже правителем некого города или группы каких-то поселений, ну, как бы царь. По нашим понятиям царь это слишком круто, но в те времена это так было. Ну, князь, можно так сказать. И он был праведен, очень благочестив. Иов. И описывается, что сатана вознамерился, так сказать, искусить его. И Господь обратил внимание сатаны на то, что видишь, какой праведный Иов. А сатана говорит ему, так разве даром, что ли, он праведный? Вот ты возьми у него, забери, ты же всего ему дал. У него есть и слава, и власть, и почет, и достаток, и все у него замечательно. Вот ты возьми все это, забери у него и посмотрим, прославит ли он тебя. Ну, и Господь сказал, ну, хорошо, вот все, что у него в твоей руке, только его самого не трогай. Иов лишился в один день всего, что у него было. Он лишился своего имущества, он лишился своих детей, всего. У него осталась только жена и он, и больше ничего. Все на него вот так напалось, резко. И когда ему вот эти известия, причем эти известия до него, представьте себе, он шел куда-то, к нему гонец прибегает и говорит, вот, мы пасли твои стада, но тут прибежали кочевники какие-то, и все забрали, и все уничтожили, всех поубивали, один только я спасся, и я вот это тебе сообщаю. Он еще говорит, другой подбегает, ему что-то говорит, что о гибели его детей, только этот, говорит, третий ему подбегает еще что-то. И вот так на него, одно за одним, одно за одним, свалилось все на свете. Иов упал на свои колени и сказал, «Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословено». Вот так он воспринял. Затем, значит, сатана опять говорит, ну, конечно, ты ведь его самого не коснулся, а вот ты попробуй его коснись, и тогда узнаешь, как он прослает тебя или нет. Господь попустил сатане искушать его дальше. И тогда на его напала страшная болезнь проказа, называется. Проказа – это страшная такая болезнь. Можете погуглить, просто ради интереса почитать, что это за штука такая. Потому что сейчас ее, в общем-то, не встречается. Ну, может быть, где-то там, в Африке, может, где-то. И иногда эта болезнь возникает, но с ней научились бороться и как-то там ее победили. А вообще, это очень страшная болезнь, когда человек заживо гниет. Симптомы совершенно ужасные. Он покрывается весь сыпью, белый, как снег. И у него нарывы, гной, и мясо от костей отстает. И, в общем, температура ужасная, человек лишается сна, аппетита. В общем, состояние просто чудовищное, надо сказать. И, кроме того, она заразна, эта болезнь. И, значит, человек, который заболевал этой болезнью, общество изгоняло. Потому что он заразный просто-напросто. Так вот, Иов покрылся этой проказой с головы до пятны, весь. Его, естественно, выгнали, и он сидел где-то там на свалке и заскребал с себя гноя, разбитыми черепками. И только жена у него осталась. Она ему сказала, что ты будешь терпеть? Ты возьми, похули имя Божье. И Господь тебя поразит, и умри ты уже. Хватит уже, мучиться так, страдаешь. Иов ей ответил, что ты такая неразумная женщина. Неужели мы благое будем от Бога принимать, а плохое не будем? И, выходит, опять он не согрешил. Но это самое начало книги Иова. А потом, собственно говоря, основное ее содержание заключается в том, что вот в этой его скорби ужасной к нему пришли утешить его друзья. Другие цари, правители других окрестных городов. И когда они его увидели в этом состоянии, они даже в течение его дня ничего не могли ему в слов каких-то утешительных сказать. Потому что он был в ужасном, жалком состоянии. Но, в конце концов, между ними завязался разговор. И они по очереди как-то брали слово и по очереди пытались его утешить. Причем, делали они очень интересно. И вот здесь, наверное, человек, который меня спрашивает про книгу Иова. Он, наверное, именно вот это спрашивает, в чем суть ее. Так вот, в чем суть этих разговоров между людьми? А суть была вот в чем. Вот эти друзья, товарищи Иова, они пытались ему сказать, что такие вещи просто так не происходят. Как вот с ним случилось? Такие несчастья. И, наверное, у него какой-то грех есть, за что его Господь так карает. Ему нужно, наверное, увидеть этот свой грех и покаяться в нем. Может быть, тогда Господь простит? Вот, собственно, сжата суть их слов. А дальше они приводили многочисленные примеры, что праведного Господь ограждает и помогает, и так далее, и так далее. А грешника наказывают, то-то с ним случается, то-то. Они ему житейские примеры приводили в подтверждение своих слов, что, наверное, у него какой-то грех есть. Сначала они говорили, что какой-то грех у тебя есть, который просто мы не знаем. Но потом, когда он сказал, что нет, у него такого греха нет. Но, может быть, есть такой, который только ты знаешь, даже вообще никто не знает. Какой-то очень тайный грех, который только, может быть, тебе известен и Бог, но от Господа ничего не скроется, он-то видит. Но он говорит, что этого у меня нет. Тогда они говорят, что, наверное, у тебя есть даже такой какой-то грех, который, может быть, ты даже не осознаешь. Может быть, тебе покопаться в себе, разобраться в себе и найти. То есть они, в принципе, отстаивали идею, что Господь праведнику здесь, на земле, дает благо, ограждает его от всяких неприятностей и невзгод, а грешника Господь здесь наказывает за его прегрешение, вразумляет и как-то пытается его покарать за его грехи. Ио с этим не соглашался. Ио с этим не соглашался, а Он говорит, что нет. Вы посмотрите, разве не видно, сколько вокруг есть примеров, когда человек праведный и благочестивый, но у него несчастье. А грешный, который и хищением живет, и разбоем, благодетствует. И вот, собственно, спор Иова и его товарищей сводится к тому, что эти товарищи отстаивают позицию, что Господь здесь, на земле, людей награждает за добрые дела и наказывает за злые. А Ио говорит, что нет, здесь на земле этого не происходит. А здесь бывает, что и злые благодетствуют, а праведники страдают. Но там, там, потом Господь как-то всем воздаст. Вот, собственно говоря, выжимка книги Иова, о чем она рассказывает. И, в конце концов, Господь является одному из этих товарищей Иова, его друзей. И говорит, что гнев мой на вас за то, что вы говорили не так правильно, как раб мой Иов. Поэтому вы попросите его, чтобы он помолился за вас, и я прощу вас за то, что вы так заблуждались. То есть, Господь потом, в конце концов, рассудил, вот так развел их. Указал, что Иов был прав, и земного воздаяния здесь не бывает. Вот в чем книга Иова. Так. Субтитры сделал DimaTorzok